Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимого кота Тома. И сегодня у нас новые обновления. Костюм золотого дракона. Примерь новый легендарный ряд. Ну что же, здорово, друзья. Кроме того, наслаждайся новыми декорацией в китайском стиле. Итак, супер, друзья. Давайте-ка посмотрим. В прошлой части мы с вами сделали Тома вот таким вот прикольным пиратом. Вот дам ему зелье, а сегодня мы все сделаем в китайском стиле. Но пока наш котик пускай делает свои дела. Я немножко уменьшу звук и перейдем с вами к декорациям вот этого золотого дракона. Я что думаю, друзья, давайте-ка мы сразу же не будем кормить нашего Тома. Вот я его только покупаю. Вот и отправимся сразу же в Том, чтобы вот переодеть его в новый костюмчик. Не могу сдержаться, посмотреть, что же этот за интересный наряд. Итак, а после этого уже покормим Тома. Итак, где же, где же этот новый наряд? Вот такой вот прикольный костюм золотого дракона. И, конечно же, я не могу сдержаться и надеваю его на нашего котика. Ну что же, очень здорово, круто выглядит вот такая вот прикольная жилетка. Кстати, у нас еще есть шлем дракона. Мне кажется, это тоже будет очень здорово выглядеть. Ну и сразу же, друзья, к этому жилетке. Ну давайте-ка, друзья, он просит, чтобы ему дали покушать. Давайте-ка мы его сразу же и покормим. Вот, интересно, нет ли у нас какой-то новой китайской еды. Вот, ну давайте-ка, друзья, я вот покормлю его вначале бобами. Вот так здорово. Итак, на них он довольно-таки прикольно действует, пукает. Ну что же, отлично, еще кусочек пиццы. Вот, и на десерт мороженое. И наш котик будет полностью накормлен. Вот, как ему понравилось. Пицца и еще мороженое. Итак, супер, кот 100% накормлен. Кроме того, ох, как ему понравилось. Вот, не могу сдержаться, друзья, люблю вот этот горшочек, который превращает Тома на время какого-то забавного персонажа. Итак, посмотрим, в кого он превратится. Вот такой вот Том в какой-то непонятной футболке с пакетом на голове. Ну что же, еще давайте-ка потестируем. Ага, вот, что-то не хотел есть горшочек, но все же нам удалось его заставить. Ой, какой прикольный. Вот, очень-очень необычный Томушка. Вот, не могу еще, друзья, сдержаться. Давайте-ка еще один кувшинчик. И посмотрим, что же за декорации новые появились. Ну, это, конечно же, здорово, но не то, что было. Вот, забавно. Итак, какие же новые декорации, вот, не понял, друзья, почему он такой толстый. Друзья, ему нужно срочно зелье сжигания жира. Вот, кроме того, давайте-ка дам ему этот перчик, не хочет есть. Но зелье сжигания жира точно надо, какой-то он совсем толстый. Раскормили мы его немножко, но, надеюсь, сейчас удастся ждать зелье, и он у нас похудеет. Неужели зелье у меня закончилось? Если, да, нету, друзья, тогда давайте-ка мы отправимся с вами в магазин и купим зелье сжигания жира. Вот оно. Вот это зелье. Вот, думаем, этого пока нам хватит. А вот теперь давайте-ка, вот, примем. Вот, и наш котик совсем похудал. Итак, какие же изменения добавили в разработчики? Очень интересно. Давайте-ка посмотрим. Вот не туда я зашел. Нам нужно зайти во вкладочку, вот, в гостиную. Итак, что же они поменяли в китайском стиле? Итак, зеленые кресла, это все у нас было. Что же изменилось в китайском стиле? Вот, пока ничего новенького, друзья, не вижу. Вот, не вижу. Итак, еще раз, что же добавили нового разработчики? Вот. Наслажать дайся новыми декорациями в китайском стиле. А почему-то, друзья, никаких декораций я не увидел. Где эти декорации искать? Вот, еще раз давайте-ка посмотрим. Вот, возможно, какие-то обои у нас в китайском стиле. Кто, друзья, в курсе, пишите в отзывах, в комментариях. Вот, я почему-то не нашел ничего в китайском стиле. Итак, вот, фото на стене. Вот, просматриваю, нет ли... Ага, красная китайская лампа. Вот, ну, по-моему, она у меня была. Ну, сейчас посмотрим, есть ли еще что-то интересное в китайском стиле. Вот, честно говоря, больше ничего я вот такого какого-то интересного не заметил. Праздничные обои. Ну, возможно, вот такой вот вариант. Вот, ну, как-то так, больше ничего я подходящего не нашел. Вот, кресло. Пляжный шезлонг. Вот, на что поменять? Опять же, что у нас в китайском стиле, непонятно. Вот, что-то я подберу сейчас. Ну, трудно сказать, что бы подошло к китайскому стилю. Вот, ну, давайте-ка, хотя бы домашнее кресло вот такое вот оставлю. Вот, здорово. Итак, возможно, друзья, здесь мы можем поменять вот этот бассейн на что-то в китайском стиле. Вот, опять же, ничего похожего, друзья, я не нашел. Поэтому давайте-ка, наверное, я оставлю просто телевизор. Вот такую вот большую плазму. Вот, супер. На этом остановимся. Возможно, есть какой-то прикольный китайский ковер. Вот, не знаю, друзья. Вот, честно говоря, я не заметил, что что-то нового добавили разработчики. Давайте-ка оставлю королевский ковер. По-моему, он здорово подходит к красному фонарику. Ну, вот, как-то вот так. Вот, современный паркет давайте-ка оставлю. Ну, вот, друзья, вот, мне кажется, вот такой вот неплохой вариант. Да, кроме того, мне кажется, было бы неплохо еще на нашего Тома надеть шлем дракона. Вот, был бы вот комплект шлем дракона плюс вот жилетка дракона. Итак, друзья, пишите в отзывах комментарии, какой Томушка вам больше понравился. Просто в жилетке или со шлемом дракона. Ну, как по мне, китайский стиль довольно-таки неплохой. Ну, что же, давайте-ка тогда, друзья, я еще попытаюсь что-то в кухне изменить китайскому стилю. Хотя, вот, я не понял, честно говоря, что нового разработчики добавили. Вот, честно говоря, я ничего не заметил. Вот, оставлю пока современный китайский холодильник. Вот, лучшего, мне кажется, пока нету. Вот, и еще вот эти фиолетовые обои. Мне кажется, тоже не очень похожи на какие-то китайские. Вот, почему-то я здесь не могу их найти. Вот, возможно, сейчас где-то появятся. Вот, нет, смотрите, друзья, не могу найти тех обоев, которых мы нашли в первом варианте. Ну, тогда пусть бы и современная стена, и еще какой-то вот современный столик. Либо, ну, ничего в китайском стиле я не нашел. Давайте-ка я оставлю королевский стол. Вот, не знаю, почему, друзья, но вот этих обоев, вот, я не нашел в кухне. Вот, кстати, как эти обои называются? Праздничные обои. Ну, вот, похоже, по крайней мере, мне кажется, в таком китайском стиле. Вот, давайте-ка я еще внесу изменения в ванную комнату. Здесь тоже попытаемся все поменять. Вот, посмотрю, есть ли что-то хотя бы похожее на китайский стиль. Если нет, тогда давайте-ка я поставлю вот современный туалет. Вот, больше лучшего варианта, мне кажется, нет. Ну, и вот плитку я тоже сделаю современную, потому что вот китайскую я тоже не вижу. Вот, возможно, что-то не так, кто нашел лучший вариант, где вот те обновления, что писали разработчики. Вот, кстати, современные обои, давайте-ка я поищу, либо праздничные. Вот, домашние, спортивные, а где же? Где же вот есть современные обои, а где же вот те, которые праздничные? Вот, их почему-то, друзья, нету. Ну, что же, пусть остается вот такой вот забавный вариант. Вот, трудно сказать, что лучше, то ли с шлемом дракона, то ли нет. Ну, давайте-ка, друзья, я еще внесу изменения, вот, в спальню, комнату. Вот, и потом уже посмотрим, какой вариант все уже лучше. Итак, выбираю современную кровать, выбираю современное белье. Будем считаться, что это все китайское. Вот, здорово. Вот, современный фонарик, либо лампа. Вот, квадратные они, вот такие вот прикольные. Плюс еще, вот, какие-то современные обои. Сейчас попытаемся найти, вот, чтобы это было, вот, современным, будем считать, современным китайском стиле. Ну, как-то вот так. Отлично. И ракушку давайте-ка я заменю на современные искусства. Вот, вот так. Итак, друзья, кроме вот этого фонарика на главной страничке, я, честно говоря, ничего нового не заметил. Вот, возможно, кто-то из вас что-то новое заметил в этом обновлении. Итак, друзья, вот что лучше, наш топ-код вот такой вот жилетки дракона, либо со шлемом дракона. Вот, пишите в отзывах, комментариях, какой вам лучше. Вот, да, друзья, благодарю за отзывы, комментарии. Очень много подписчиков написали, в каком костюмчике и с какой шерстью сделать Тома. Вот, сегодня я это делать не буду, но следующий, согласно ваших отзывов и комментариях, я изменю. А сейчас давайте-ка я, вот, подберу к этой железке какую-то интересную шерстку. Вот, да, пишите свою шерстку, свой костюмчик, и я сделаю отдельное видео. Ну, и отправимся еще по играм. Итак, что я скажу, рыжий кот очень здорово подходит к этой жилетке. Белый не очень, 6 цветочек тоже не очень, черно-белый прикольно, но не тот. Вот, тигроновая шерсть мне понравилась, черный забавно. Звездная не очень, желеньный мне тоже не понравился. Ох, какой прикольный золотой, смотрите, вот такой вот сияющий, но слишком сливается. Шерсть пумы, мне кажется, не подходит. Франкентом, снеговик. Вот, племенная шерсть неплохо выглядит. Сиамская шерсть, здорово. Леопардовая. Вот, радужная шерсть, хороший вариант. Шерсть культурист, жаль, не видно. Вот, с накачанных мышц Тома под жилеткой. Вот, шерсть белого тигра, неплохой вариант. Бриллиантовая. Вот, шерсть зомби не подходит. А вот, какой получился няшный шерсть Монек и Нека. Вот, как вот на картинке, вот такой вот разрисованный. Ну, просто здорово. Итак, голубая шерсть при шерсти неплохой вариант. Кибер шерсть. Вот, рабошерсть. Шерсть грязь. Шерсть камуфляж. Розовая шерсть. Шерсть мумия. Шерсть дракона. Кстати, да, друзья, шерсть дракона. Вот, я забыл про этот вариант. Точно, точно. Вот, мне, честно говоря, вот рыжая эта понравилась. Очень здорово. Я хотел на ней остановиться. Вот, но раз у нас есть шерсть дракона, мне кажется, этот вариант больше подходит. Вот, итак, костюм золотого дракона плюс шерсть дракона. Вот, это тот вариант, что нам нужен. Просто, просто здорово. Смотрите, как он прикольно выглядит. Том в шерсти дракона. Вот, немножко как-то непривычно, жутковато, но прикольно. Кстати, друзья, мы можем надеть сейчас шлем дракона. Он, конечно, закроет голову, но, друзья, зато, вот, хвост и лапы его будут, вот, в шерсти дракона. Вот, итак, друзья, пишите в отзывах, комментариях, какой вариант вам лучше понравился, Тома. Вот, просто в жилетке, вот, в шерсти дракона, либо в шлеме дракона. Хотя, давайте-ка пока, все же, я шлем дракона уберу. Вот, очень важно ваше мнение. Ну, а пока, друзья, давайте-ка еще с вами отправимся в приключения с нашим Томом. Посмотрим, какие у нас сегодняшние миссии. И заработаем, вот, несколько ключиков, чтобы, друзья, чтобы, вот, открыть сундук. Итак, какое у нас сегодняшнее, вот, задание, вот, забить мяч. Итак, давайте-ка есть. Итак, первый гол. Здорово. Вот, как-то я неудачно бросил. Вот, итак, второй гол есть. Отлично. Ой-ой-ой, друзья. И пока как-то неудачно. Вот, пытаемся забить. Есть. Отлично, победа. Вот, сейчас, 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 сейчас я попытаюсь вот как-то, вот так. Вот, ой-ой-ой, друзья, чуть-чуть не пропустил. Вот, гол. И вот как-то есть. Есть, 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 есть. Есть, и второй гол. Отлично. Вот, ой-ой-ой, чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот третий гол. Победа за тобой. Итак, здорово. А ну-ка, друзья. Ой-ой-ой. Вот так. Не сумел, не сумел. Есть один гол. Забил ли Бену. Вот второй гол. И играем с Анжалой. Друзья, я, честно говоря, что-то не понял. Я уже несколько не играл вот эту игру. Вот. Ой-ой-ой. И сам себе забил, друзья. Сам себе забил как-то неудачно. Неудачно. Вот. И вот есть Анжелочка. 1-1. Вот второй гол Анжелочки. Ой. И 2-2-2. Ну, как-то вот так. Ой-ой-ой. И что же происходит? И третий. И я проиграл. Ну, как-то вот так получилось, друзья. И так что-то я, честно говоря, не понял. Почему у меня я не могу собрать ключи. Я не играл в разные игры. Вот несколько дней. Тома с последнего обновления. Но почему-то здесь я не сумел собрать ключи. И так. Ежедневные задания выполнены почему-то. Вот. Второй. Показатель напоминания о ежедневных заданиях. Вот. Не знаю, почему здесь стоит галочка. Ну, как-то вот так. Ну, что же, друзья. Давайте-ка я еще прокачусь с нашим Томом и Анжелочкой. Вот машинки. Попытаемся побить рекорд. Вот, возможно, друзья, и задание не обновилось, потому что мы... У меня отключен интернет, чтобы не было реклама. Вот. Ну, что же. Давайте-ка я тогда прокачусь. И попробуем сегодня побить рекорд в этой игре. Да, друзья. У меня рекорд в этой игре... Ой-ой-ой. Я отвлекся, друзья, и сразу же попал в аварию, но мы можем бесплатно спастись. Итак, постараюсь больше не отвлекаться. Друзья, у меня в этой игре рекорд 482 кубка. Пишите в отзывах, комментариях, какой у вас рекорд. Ну, и вот сегодня я попытаюсь побить этот рекорд. Итак, здорово. Вперед движемся. Собираем звездочки. Не забываем о замедлениях. Потому что чем дальше, тем будет опаснее. Замечательно. Итак, вперед-вперед. Собираем звездочки. Вот есть замедление. Здорово. И продвигаемся дальше. Итак, супер. Очередная звездочка. Уклоняемся от бревна и движемся дальше. Вперед-вперед-вперед. Вот так. Здорово. Отлично. Вот. Уклоняемся. Берем замедление и передвигаемся. все дальше супер супер вот так итак очередной туннель и мы уже вот проехались на 146 единиц ой ой друзья как здесь все опасно вот куча куча неприятностей вот для нашего тома все очень быстро движется еле удается мне уклониться но здорово что нам удалось взять замедление отлично и еще вот так супер итак практически 200 единиц и экватор в этой игре уже можно будет сказать ой друзья вот хотел взять замедление и попал в аварию ну что же друзья вот на этом сегодня я уже с вами буду прощаться а вы пишите в отзывах комментариях вот какой еще игре вы хотите чтобы я сыграл с нашим томом и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариях кроме того друзья пишите в отзывах комментариях понравился ли вам этот новый костюмчик вот и конечно же в каком костюмчике вы хотите увидеть нашего тома следующем видео и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев а чтобы друзья не пропустить ни одну серию нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых видео вот всем пока друзья до новых встреч субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...